Мнений, я думаю, по крайней мере, по крайней мере, из комментаторской позиции пенальти выглядел абсолютно, абсолютно стопроцентным. Ну, конечно, конечно. Алекс у мяча. Алекс у мяча. И сейчас он может вывести свою команду вперед. Вот, естественно, мешает ему всячески публика, свистя, улилюкая, гудя. Звучит, звучит свисток. Вот сейчас он звучит. Разбег, пауза, удары, счет открыт в матче. 1-0, Спартак повел. Алекс в пенальти. И сразу же Алекс бежит, естественно, за ворота Липецкого Металлурга. А голкипер Металлурга Владимир Пешкин обращается к судье. Наверное, ну что здесь, какая здесь может быть претензия по поводу исполнения пенальти? Я думаю, что стопроцентно. Вокруг этой паузы, да? Из-за паузы, конечно, причем пауза-то была просто очевидная, вопиющая. Вот она, оп, и вот пауза. Дождался, да, когда выйдет вратарь из ворот немножко. Алекс поймал его на этом и пробил в угол. И здесь уже мяч достать было нельзя. 1-0 повел московский Спартак. И сразу же готовится замена в составе хозяйской команды. Андрей Овчинников там готовится появиться на поле. Под 10-м номером 24-летний.